Жители города Видное, а особенно его новой части, обратились в Росприроднадзор и Роспотребнадзор с жалобой на неприятный запах в воздухе. Они связывают это с техническими выбросами, происходящими на коксогазовом заводе. На территории штурмик района очень сильные запахи. Эти запахи чаще всего ночью выбрасываются. Возможность открыть окна вообще в принципе закрывается. Животные бедные под кроватью прячутся. И этот запах не рассеивается в течение двух-трех часов. Это стоят сутками. Специально для активных горожан состоялась экскурсия по территории завода, где была показана технология производства. Я вот просто первый раз на заводе, ну как бы на экскурсии, вот возле коксовых печей этот прям тот же самый запах. Жители бьют тревогу из-за выбросов завода уже не первый год. Некоторые даже отмечают определенные дни, когда запах ощущался особенно сильно. Если возвращаться к этому году, то основной, конечно, запах был, это январские праздники с 1 января. Там до примерно 10 очень сильно было. Потом из последних эпизодов это 3-4 марта, 10 марта. То есть там тоже было невозможно дышать. Перед собравшимися выступили представители администрации и экологи. Сегодня завод производит четыре основных продукта. Кокс, смолу, бензол и коксовый газ. Директор завода Сергей Билан заверил, что проверка на уровень вредных веществ в воздухе ведется в собственных лабораториях соответственно определенному графику в рамках правового поля. Помимо этого, плановые проверки Росприроднадзора, Роспотребнадзора и других надзорных ведомств. Администрация совместно с московским коксогазовым заводом, совместно с тамторными органами неоднократно поднимались вопросы установки стационарных постов, которые позволяли бы в режиме реального времени контролировать ситуацию по превышению ПДК. Кроме того, позволяли бы отслеживать реальные источники выбросов. Сергей Куканов также напомнил собравшимся о телефоне экстренных служб 112, по которому можно позвонить и оставить заявку экологам на проверку качества воздуха. Результатом поступающих жалоб стал замер качества воздуха в четырех местах города Видное, сделанный в 2014 году независимой лабораторией. Тогда именно и была придумана книга жалоб и предложений от жителей и на сайте предприятия, и в его газетах, и, кстати говоря, и на сайте администрации района. Раздел, посвященный экологии, всегда обозначает ситуацию на коксогазовом заводе. Проверки качества воздуха продолжатся соответственно графику и по заявкам населения. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Который мог бы распространиться.